Относительно опять заявлений, которые прозвучали на этом восточном экономическом форуме, бросилось в глаза то, что российское минубийство, оно свои, озвучивает цифры потерь, которые абсолютно не соответствуют даже аналитическим подсчетам. Путин назвал цифры, которые вообще даже не сопоставимы с тем, что называет российское министерство обороны. Вот это как? И о чем это свидетельствует? Ну, у него в папочке эти... Конечно, он лжет, а Путин еще больше превосходит в этой лжи. Вот как это все понимать? И на кого это, собственно говоря, рассчитано? Рассчитано примерно на тех же, на кого рассчитано черносутенное высказывание. Это просто говорит о том, что те люди, которые приносят ему цифры в папочках, умножают на соответствующий коэффициент те цифры, которые написало Министерство обороны. Да, и, ну, по большому счету, вот этот комедийный сериал «Бункер», да, который мы периодически можем посмотреть, что в Ютьюбе, ну, а кто-то даже по телевизору. О Путине и о всей этой кремлевской команде. Он достаточно близок к реальности, вот и комедийный. Вы говорите о комедийный сериал «Бункер». Еще до полномасштабного вторжения российского на территорию Украины до 24 февраля 2022 года активно обсуждалась тема двойников. Так вот это разность цифр, да, какие-то абсолютно там безумные высказывания. Могут быть продиктованы тем, что, ну, выпускают на публику не оригинал, а просто неподготовленного двойника или нет? Даже если они выпускают на публику двойника, у него в ухе будет тот, кто ему скажет, что говорить. Поэтому просто нести что-то он не может. Ну, и потом, если мы посмотрим, Путин всегда любил вот эти просторичные выражения. Вспомните, в самом начале своего правления промочить в сортире. Да, ему кажется, что именно этим языком он разговаривает с мужиком у пивного ларька, который, услышав, что он говорит точно так же, пойдет за него голосовать. Это его представление о типичном российском избирателе. Оно такое было с самого начала. Поэтому в этом смысле он не то, что не изменился с 2000 года, он еще более упростился. Да, так как ему кажется, что за него голосуют все больше и больше, он считает, что это заходит, что это хорошо, что это правильно. Поэтому именно так он себя ведет. А выборы вообще в 2024 году будут или нет? Конечно, будут. Дело в том, что Путин юридический формалист. Да, я не знаю, кто и как его учил на юридическом факультете Ленинградского государственного университета, но учили его очень плохо, потому что любой юрист, он должен понимать право не только формально, да, что называется, есть то, что делается по форме, а есть по духу. Что такое дух, право Путин не понимает вообще, у него этого сознания просто нет, у него отсутствует в голове правовое сознание, которое должно быть у любого юриста. Поэтому он юридический формалист. Да, вот они что-то там нарисовали, он даже может прочитать какие-то там, что написали там в ООН, да, он же все время там за что-то схватится и говорит, а вот ООН же говорит о праве нации на самоопределение, а вот мы назвали там народ Донбасса народом Донбасса, и он имеет право на самоопределение. И, соответственно, для него вот эта юридическая формальность, которая называется выборы, она важна для того, чтобы изображать из себя демократически избранного президента. Да, все, весь мир понимает, что это никакие не выборы, что это никакая не демократия, но он изображает из себя опять-таки ничего нового. Я напомню, что в Советском Союзе формальная процедура выборов тоже существовала. Другое дело, что кандидатов невозможно было выдвинуть, другое дело, что не было никакого выбора из разных кандидатов, не было возможности поставить галочку где-то в другом месте, был просто бюллетень, где было написано там, Иванов Иван Иванович баллотируется там туда-то, туда-то. Ты брал этот бюллетень и бросал его в ворну. Но какие-то особо несогласные могли зайти в кабинку для голосования, она тоже была даже в советское время, и вычеркнуть эту фамилию из бюллетеня. Но потом все равно оказывалось, что 99% избирателей проголосовали, или 99% и 99% проголосовали за кандидатов единого блока коммунистов и беспартийных. Поэтому и сейчас примерно такого же уровня формализма процедура существует, и они ее по-прежнему называют выборами, как и в советское время. Ну и тем не менее, вот где-то даже была статья посвящена этому поводу, этой теме, что вот общественное настроение сейчас по поводу того, что опять в очередной раз Путин в 2024 году может пойти на выборы, ну и понятное дело, что ему нарисуют нужный результат, это может опять спровоцировать болотную революцию. Сейчас очень трудно прогнозировать, что будет ближе к выборам. Например, кто бы мог подумать, что Пригожин пойдет своим маршем на Москву? Да никто. Кто мог подумать, что потом этого же самого Пригожина, которого вроде помиловали, собьют зенитные ракеты? Да никто не мог такое спрогнозировать. Однако это произошло. Поэтому мы не знаем очень многих вещей. Мы не знаем, остались ли среди вагнеровцев специалисты, которые могут спланировать и осуществить операцию по ликвидации Путина, например. Как будут вести себя военнослужащие, которые будут возвращаться после войны? Мы уже сейчас видим, что криминогенная обстановка увеличивается с каждым днем, а после возвращающихся заключенных сумеют ли всех упаковать обратно в СИЗО или нет? Как будут реагировать люди на вот этих уголовников, которые вернулись? Как это будет влиять на отношение людей к власти? Вопросов все больше и больше и больше. И понятное дело, что властям кажется, что сейчас, когда они придумали электронное голосование, они смогут нарисовать любые результаты. Но вопрос, на самом деле, другой. Во-первых, возможно ли такая же мобилизация, как была на выборах Лукашенко? Более того, нужна мобилизация не протестно-митинговая, а тех людей, которые готовы сопротивляться правоохранительным органам. Я не верю, что сегодня Путина можно свернуть путем выборов или путем митингов. Диктаторы, любые диктаторы падают тогда, когда на стороне протестующих оказываются в том числе силовые способы борьбы. Будь то Легион Свобода России, будь то полицейские, переходящие на сторону народа, но без этого диктатура не падет. А вот когда эти условия сложатся, ну это мы будем увидеть уже, когда будут происходить эти события. Ну что ж, следим за развитием событий. Ольга, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры подогнали Симон.